Сырье у нас взвешивается машина на весах, поступает на элеватор, приемка у нас происходит там. По местным меркам элеватор небольшой. Агропрудагентство три года работает на экспорт, проверяет, чистит и фасует семена льна. Необходимость развития такого экспорта в 2019 году подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Но так вышло, что именно с 2019 года экспорту с этого элеватора активно вредят. История развивается не без участия местных чиновников и силовиков. Пожалуйста, на моей тюрьме я тебе хребет сломаю, ты понял меня? Сначала нам раскапывали ямы. А кто вас нанял? Армен. Армен? Топчете вы его землю, он ему не нравится. Ну, а все это он вырвал на нашей территории. Ну, это я не знаю. Потом нам плиты накладывали, остатки от плит остались. То есть нам блокировали всяческие работу. Почему же некий Армен мог решить, что дорога с весовой до элеватора – это его земля? Ответ на этой карте. Зеленым обозначены участки, которые арендуют агропрудагентство. Вот весовая, а это элеватор с железнодорожной веткой. Собственником участков желтого цвета долгое время была администрация города Олейска. Она-то и продала эти полоски за очень скромную сумму. Продали этот участок земли прямо под железнодорожными рельсами. Кстати, незаконно. Арендаторы от агропрудагентства уверены, вести хозяйство на этих узких полосках земли невозможно. А значит, куплены они для того, чтобы блокировать работу элеватора с целью вымогательства. В пользу такой версии говорит и вот эта аудиозапись. На ней, если верить результатам экспертизы, предположительно голос местного предпринимателя Евгения Никифорова, партнера того самого Армена, который в начале сюжета предлагал сломать хребет сотрудникам элеватора. Ну, заплатите, давайте разобьем, допустим, 15 миллионов на 4 части. Если ты заплачешь, ты будешь спокойно работать. Вопрос будет решен. Если ты не заплачешь, ты не будешь работать. Есть на этой записи угрозы обрезки линий электропередачи, разбрасывание шипов и других способов помешать работе элеватора. Почти все они были реализованы. Мы попробовали связаться с предполагаемыми обладателями голосов с этой записи. Сам Евгений Никифоров от любых комментариев категорически отказался. А вот Дмитрий Никишин, помощник Никифорова, который мог случайно попасть вот на это видео, согласился рассказать свою версию, но только без камеры. И как следует из рассказов бывшего высокопоставленного полицейского города Алейска, ни о каком вымогательстве речи не идет. А представители агропродагентства занимаются банальным сутяжничеством. Каких-либо денежных средств ПЗК. ПЗК я никогда не требовал и не собираюсь требовать представителей ПЗК. Вот они просто уже замучили, что полицию, что органы прокуратуры. Арендаторы элеватора действительно регулярно обращаются в органы полиции, суды и прокуратуру. Обращаются и в администрацию города Алейска, которая до сих пор не исполнила решение суда о признании ничтожной сделки продажи земли под железнодорожными путями. Результат пока не заметен. И тут возникает вопрос, а стоит ли борцам с коррупцией и управлению собственной безопасности обратить внимание на эту ситуацию. Елена Кузовкина, Вадим Алексеев, Вадим Быстревский. День с толком.